Порой новостей так мало, а если есть, то не такие, чтобы прям им целый выпуск посвящать. Поэтому иногда лучше подождать, пока таких мини-новостей наберется достаточно. И потом высказать мнение про каждую новость. Короче, все политики, высшее руководство, артисты и кому не хватает хайпа переболели караваминусом. Да так все начали болеть, что говорят, Казахстан вышел на первое место по заболеваемости вирусом. Вы в это верите? Я не верил. Не верил, нет. Опять ввели повторный карантин. И в новых правилах карантина старикам вообще запретили передвижение. А их кто-нибудь спросил? Алло, Зинаида Петровна, вам там нормально? Я тебе ебальник набью. Ну такие правила приняли. У нас одни старики запрещают выходить на улицу другим. В Алма-Ате вообще сказали, если кто-то станет свидетелем ТОЯ, то тут же должен пожаловаться в полиции. Но вот в чем проблема. У нас вокруг одни терпилы и никто сдавать не станет. Это вам не Америка, где все стукачат друг на друга. Несколько миллиардов выделено на борьбу, но держим первое место по заражаемости. Китайские врачи приезжали, российские вирусологи приехали. Посмотрели и такие... Ну нахер. Ах да. Ах, встретились в новостях с новым термином. Локдаун. Ввели локдаун. Пандемию объявили. Комендантский час объявили. Режим ЧП объявили. Карантин объявили. И теперь еще и локдаун. Давненько мы за таким количеством терминов не прятались. Только за умных слов, а все одно и то же. Ни хера не поменялось. Если опять будут вспышки, то придется придумывать новое название. Супер карантин. Гипер локдаун. Убер эпидемия. Мега ЧП. Короче, хватит испугать народ за умными названиями. Соблюдаем правила карантина. Заинтересованы в том, чтобы вы работали. Даже больше, чем вы. Поэтому они всех вылечат. Ведь самое главное – это здоровье народа. Просто смотри FreeWord.